Доброе утро, коллеги. Рад всех приветствовать. Меня зовут Марченко Игорь. Мы с вами традиционно начинаем утренний брифинг. Сегодня у нас понедельник, 9 октября. Мы поменяли с вами экономический календарь. Чуть поудобнее. В нем не указаны все мелкие новости, на которые фактически не имеет смысла обращать особого внимания. Ну а также с этого понедельника, вернее не с этого понедельника, так как сегодня понедельник, мы проводим большой обзор мероприятия. Это вебинар, который начнется в 13 Москвы. По московскому времени, естественно, да, продлится час. На этом вебинаре мы подведем итоги недели. Будет разбор сделок моих, разбор сделок учеников. Также посмотрим, что из экономического стоит следить на этой неделе, то есть за какими новостями. Ну и сделаем, скажем так, посмотрим по торговым идеям с горизонтом на неделю. Все это будет в 13 Москвы. Открытое, абсолютно открытое мероприятие. Предварительно надо будет зарегистрироваться на этот вебинар. Зарегистрироваться можно на сайте trading-floor.net. Регистрируйтесь. Ну и соответственно, все, кто зарегистрируется, в любом случае, получает запись после самого вебинара. Но мы с вами начинаем, значит, первое, вернее, первый понедельник, 9 октября. Выступление президента Марио Драги, значит, но здесь, надо сказать, не то, чтобы это выступление, да, там есть заседание Еврогруппы, поэтому в рамках этого заседания Еврогруппы Марио Драги выступит какой-то речью. Вот она эта встреча, да, по времени не определено, но приблизительно, приблизительно рядом, скажем так, ну, в районе часу, наверное, Москвы, да, то есть, скажем так, после обеда в Еврозоне. День Благодарения в Канаде она не работает, День Здоровья и Спорта в Японии она не работает, и День Колумба, но они, по-моему, работают. Значит, в этом плане все ловко. Волатильности, я так понимаю, будет мало. Помимо прочего, ничего нового нет, абсолютно ничего нового нет. Чего интересного. Значит, с точки зрения экономического календаря, ну, полный отстой. Смотрим, что получилось, что не получилось. Значит, был нонфарм. Люди, которые посещали это мероприятие, да, имели возможность посмотреть, как все это дело торгуется и, так сказать, торговую идею узнать. Вот. Ну, результаты, конечно, были не очень, мягко говоря, да. Не сказать, что там отрицательные какие-то. Да, и большинство людей позакрывалось. Что сработало, что не сработало. Ну, и тут, что-то узнают. Такого пробоя, который мы ждали, он фактически не сработал. Хотя, ребята, когда я скидывал торговую идею, да, там, на один из форумов, смогли на этом заработать, потому что тейк-профит были более скромнее. То есть, в принципе, вот этот импульс пунктов 100, он состоялся. Поэтому ребята там позакрывались. Я не буду засчитывать это в минус, потому что здесь сложно определить, если минус, то какой. Сложно сказать, как бы мы это в этом плане повели бы, какой там стоп и так далее, и так далее. Тем более, что сделка была, сделка была закрыта частично. Стоп в безубытке. Одна часть была закрыта, вторая часть была закрыта, ну, с небольшой прибылью. Потом NonFarm. И самое интересное, что произошло, что произошло, да, сейчас узнаем, что здесь произошло. Значит, вот это вот данные рыночного сантимента. Мы сами видим следующую картину на NonFarm. Достаточно много людей шортило в момент публикации безработицы. Вообще, надо сказать, что там новости были такие, черт пойми, какие, да. Количество рабочих мест сократилось, а уровень безработицы тоже, собственно говоря, сократился, что внесло, так сказать, такую неприятность эту мы перенесем, да. Открытый интерес уменьшился, значит, по данным брокера Ванды. Ну, тут на закрытие Америки скорее. Ну, что сказать, если смотреть чисто по сантименту, то у нас есть поддержка. Это люди, которые здесь шортили. Значит, если мы сами смотрим кластера, то не сказать, что что-то прям новое. Да. Все-таки вот это достаточно похоже на какой-то там ложный пробой, но все объемы находятся здесь. Банально находятся здесь и либо даже здесь. То есть, пока мы выше с вами вот этого баланса, говорить о развороте, даже предполагая, что это ложный пробой, не имеет, на мой взгляд, никакого смысла. Движение вниз, предполагать, тоже особо смысла мы пока не имеем. Поскольку, поскольку, ну, учитывая, да, сегодняшний отсутствие каких-то там новостей, вот здесь все-таки народ влетел как надо. То есть, может быть, даже в моменте можно попробовать здесь откупить, поехать досюда, но это идея такая торговая, знаете, на троечку. Вот. Кто относит себя к трешникам, тот может попробовать поторговать. Как это будет выглядеть на Форексе, да? Ну вот, давайте попробуем порисовать. Значит, вот эта вот штуковина однозначно за покупателем. То есть, 1.17 ровно, шпилька достаточно большая, 1.16.70, пусть будет так. Все это дело поддержка, она пока актуальна. Продавать мы с вами будем только после случая ее пробоя. Пробьем, не пробьем, не знаю, да, то есть, тут может быть все что угодно, поэтому... Ну, тут еще стоп, блин, зараза, большой. Наша цель по росту – это 1.17.62, вот, 1.17.88. Складывается впечатление, что больших движений нам ждать не приходится. Вот. Поэтому, если мы вдруг откатим и нарисуем разворот, паттерн на разворот, да, разворот внутри дня, как я это уже говорил, то мы, собственно говоря, имеем право здесь откупить. Но, блин, здесь большой стоп реально. А хотя, что большой? 30. 30 пунктов. Ну, пусть будет, да. То есть, стоп ставим за хай. Покупка, надо понимать, что это сделка против тренда, поэтому она этим и опасна, собственно говоря. Все, будь то другого ничего не сделаешь. Как его там, фунт, фунт-доллар по итогу пятичного брифинга, ну, завалился, не было возможности продать, хотя все цели были достигнуты, да. То есть, мы достигли и 30.95, в принципе, где были уже, и еще ниже 30.50. Тут ситуация чисто шартовая, но результата никакого у нас не принесло. Ну, и я вам скажу, что там без фунта, на самом деле, прошлой неделе закрылся нормальный такой плюс, маленько подпортил. Ну, не то, чтобы подпортил, но, скажем так, ввел в смуту нонфарма. В целом, неделя закончилась хорошо. Сегодня на большом обзоре об этом поговорим. Здесь, в отличие от евро, нету таких участников рынка, которые, ну, прям шартили, да. То есть, здесь есть и покупатели, и продавцы. Да, открытый интерес поуменьшился. Такое бывает, когда проходят какие-то новости. То есть, народ, ну, просто кого-то по безубытку выкидывает, кого-то по стопу. В этом плане здесь так. Так, на фунте, в принципе, ничего не изменилось. Движение вниз, движение основное. Давайте фьюч посмотрим, может, там что. Есть такое интересненькое. Ну, вот, разве что только вот этот баланс. Ну, и вот этот баланс, да. В принципе, мы с вами сейчас на поддержке находимся. Продавать сейчас это последнее дело, потому что мы просто можем тупо зафлетить. Ну, я думаю, ничего нового придумывать не надо. Вот зоны, они у нас есть. Мы от них будем пробовать тест, брать и работать тоже в шорт. И это будет идея как основная. То есть, в принципе, ничего не изменилось. Единственное, что только цели маленько поменялись. Значит, ждем коррекции. Допускаем и ждем коррекции в районе 1.31.25. И, возможно, еще чуть выше это, да блин, где здесь центр-то. И чуть выше это 1.30.80. Стопы все понятны. Движение все понятно. Вот так мы с вами нарисуем. Хоп. Вот. Ну, я, честно говоря, даже сомневаюсь, что мы дойдем до верхней зоны, потому что сегодня по волатильности должно быть тихо. И каких-то конкретных движух, честно говоря, таки и не ждем. Так, цель здесь в этом плане вот такая вот. Здесь, если мы с вами продаем, то цель уже даже определена. Она у нас находится вот здесь, в районе 1.30.65. Я думаю, мы придем. Должны прийти. Вот это мы с вами удалим. Вот так вот. Вот так. То есть, ну, вот такая вот идея. Идея с продажей актуальна. Про продолжение тенденции после обновления 5-чиного лоя. Ну, будет это или не будет, не знаю. Каннский доллар. Много задавали вопрос, стоит ли покупать или не стоит. Но я не брал, потому что мы сюда пришли в момент новостей. Поэтому это было не очень таки уж, не то что безопасно, но это было как-то не очень круто. Хотя, с другой стороны, люди, которые отсюда покупали с таким стопом, да, они были в прибыли там порядка 500 пунктов. Я сомневаюсь, что кто-то закрылся в минус. Люди либо до сих пор сидят в позициях, либо закрылись там с каким-то профитом. Было бы, кстати, интересно услышать. Ваше решение для людей, которые смотрят в режиме онлайн, могут, в принципе, ответить, были сделки или не были. Если не были, ну, тоже, в принципе, ничего, ничего такого сверхъестественного и нового. Значит, канадский доллар. Согласно рыночным сантименту, наверное, он должен подрастать. Сейчас обновимся маленько. Ну, открытый интерес там упал, понятно, потому что у нас народ повыстреливало по многому, да, то есть и появились люди, которые в лонгах, и появились которые в шортах. И, в принципе, это ничего нового сверхъестественного тут нету. Ну, вот, ничего, я бы даже так сказал. Ну, фьючер смотрим, что он нам покажет. Фьючер нам показывает, что у нас самый крутой объем здесь, на самом деле. Здесь что-то такое интересное. Ну, давайте мы с вами допустим, даже допустим, да, что мы откатим не сюда, а вот сюда. То есть, в принципе, люди, которые находятся в лонгах, могут оставаться в сделке. Если нет, то, возможно, еще имеет смысл поискать точки входа в лонге где-то здесь, в район там 24.90-24.50. Ух, как это много. Ну, давайте не 90, тогда 24.80. Да, это уже 30 пунктов. То есть, вот туда мы либо идем сейчас, вот, либо спускаемся чуть ниже и идем чуть ниже. блин. Так, вот так, да, вот отсюда эта вся у нас поддержка берется. Вот здесь уже стоп под баланс, под этот весь. Вот сюда. Вот и вот в таком формате попробуем поработать. Но здесь уже цели такие, знаете, там 24, 25, 65 доехать было бы хорошо. То есть, в принципе, если в позиции находимся, мы это не исключаем. О продолжении движения я имею в виду, да. Если в позиции нет никаких, то я, наверное, буду ждать больше откат, потому что здесь народ, да, купил все-таки. То есть, либо выходим по нулям и ждем больше откат, либо решаемся и ждем дальнейшего движения. То есть, вот такой формат мы с вами попробуем предположить. Ена японческая, ну, она вот, кстати говоря, очень похожа на ложный пробой. То есть, мы здесь работали на, ой, мы здесь не доцепили до 25 пунктов в пятизнаке, но на нонфарме здесь была идея с торговым пробоем. То есть, он состоялся, здесь реально были стопы, их мы снесли, вот, и все равно очень похож на ложный пробой. Но, вот этот баланс, вот этот баланс, нам надо его пройти. То есть, в принципе, ничего не изменилось. Если мы с вами проходим такой баланс, тогда уже мы с вами можем продавать, и это уже будет разворот тренда, разворот тенденции. Это уже будет по-серьезному, по-крутому. Произойдет это или не произойдет, но в понедельник, наверное, нет. То есть, в понедельник, в принципе, и так все понятно. Да, там зачем там понятие. Так, смотрим, что у нас в сантименте. То есть, в принципе, задача ложного пробоя справился. То есть, у нас здесь есть застрявшие покупатели, наверху есть застрявшие продавцы, люди не знают, чем всем заниматься. Вот. И все, стопов нет. Стопов нету, ничего нету по рынку, по кластерам. Но тут все понятно. То есть, как бы весь объем накопился внизу. Вот у этого объема свои края. Вот это первый край. Вот он второй край. Вот он типа ложный пробой. Но по тем идеям, которые я торгую, нужно все-таки дождаться вот этого фигни. То есть, мы, скажем так, еще раз, да, резюмируем. Резюмирую. Пока мы выше отметки 112 ровно, да, то есть, точнее, даже вот этого баланса, говорить о лангах не надо. О шортах нельзя. Теперь у нас самый верх, это вот этот хай, это 113.45. И пока мы ниже него, говорит о лангах тоже не очень кайфово. Австралиец. Ну, здесь идея была на пробой. И, кстати, она сработала очень четко. И здесь у нас есть тоже профит. Помимо пробоя, мы после брифинга действительно приехали в зону сопротивления, действительно доехали до тейк профита. Рекомендация была как раз-таки дожидаться либо исхода ложного пробоя. Тогда брифинг даже с вами вели. Либо дождаться более отката. То есть, туда же отката. Здесь мы с вами 330 пунктов вплюсуем себе по итогам брифинга. Эта идея у нас сработала как часы. Что будем дальше ждать? Ну, давайте посмотрим. Это у нас Австралия. Двигаемся вниз. Двигаемся вниз. Достаточно уверенно, четко. По тренду. То есть, все как должно быть. Это позиция в лангах народу достался. В шортах очень много вот эти шпильки. Здесь провоцировало. Продавать. Стопы есть, но они могут перекрыться. Вот. И все. И все, да. То есть, здесь фактически движение вниз основное. Но что-то в понедельник сегодня, наверное, не пойдем. Лучше дождаться. Тут усидчивость нужна. Стопов нет. Пробоя нет. Ну, вот он high. О, вернее, вот он самый большой объем. Он, да, может она вот корректируется вплоть до сюда. В принципе. Вот до этих вот кластеров. И там попробуем. Вот даже до этих кластеров. И там попробуем поискать точку в дофшорт. То есть, мы сегодня предполагаем откат. Откат вверх. Главное зацепиться достаточно выгодно в этом плане. По ценам это находится у нас примерно здесь. High-to-воткат. Это 78.40. 78.15. Это достаточно большая зона. Такая объемная. Поэтому мы выше оказаться в принципе не должны. Но предположим, что мы до туда откатим. Оттуда откатываем. Чисто статистически. И оттуда продаем. Первая цель. То есть, текущая цена 77.75. И 77.55 тоже в принципе. Неплохая цель. Здесь понятно, куда стоп. Стоп не позиционный. Стоп такой более-менее локальный. То есть, в принципе, для позиционного нам надо вот это вот пройти. Чтобы уже говорить о каком-то ложном пробое. Каких-то там движениях восходящих. Пока этого нету. Рассматриваем шорт. И стопы такие локальные. Что там? Новозел. Заваливается. Зараза. И не дает теста никакого. Фактически. Ну, мы были чересчур осторожны. Вот. Что стоит сейчас? То есть, у нас в принципе в таком падении народ только и покупает. Так что и знает, что-то делает. Чего-то так это покупать. Ну, давайте посмотрим, что он там у нас. Ну, да. Народ много покупает. В основном покупает. И с брокера IGG какого-то 72% купленных. Да. Майф, Фиксбук. Ребята, профессионалы. Все в лангах. Морковицы. Кто-то сказал, что на Майф, Фиксбукс публикуется только профессионал. Да ладно. Все, что не против тренда, тогда все прут. Открытый интерес уменьшился. Надо что-то ждать. Лучше ждать. Но, в принципе, идея тоже может сгенерируется. То есть, фактически у нас вот фьюч. О, мне вот эта вот штука, она нравится. Вернее, не столько нравится, сколько она старает. Огромное количество положительной дельты. Это не значит, что здесь зашел покупатель. Но она интересна. Да, это может быть и банально. Может быть, чей-то вход. Может быть, чей-то выход. Да. И что самое-то интересное, это весь объем на самом деле здесь не копится пока. Поэтому, если уж откат, то только уже сюда. Поэтому, наверное, лучше здесь реально ждать. Ничего не делать, ничего не предпринимать. То же самое относится к Франку. Очень похож на ложный пробой. Но нужно пройти важные объемы. Пока такие не видно в стороне. Золото. Значит, тоже Нонфарм организовал похожую вещь на ложный пробой. Так это или не так, пока это, конечно, безусловно, временно. Но мы с вами попробуем заглянуть. Какие важные балансы диапазона мы с вами должны пройти. Прежде чем говорить о том, что этот пробой действительно ложный. Ну, скажем так. Вот эта штука, она достаточно крупная, большая. То есть, пока мы ниже нее. Это не ложный пробой. И будем смотреть, что цена там нам нарисует. Поэтому здесь, если говорить про... Про... Как там... Про базовый актив. То у нас есть сопротивление. Я вот только укажу. Я ничего с нее рисовать не буду. 1281,5-1290. То есть, пока мы ниже этого. Да, мы с вами смотрим в шорт. Несмотря на то, что что-то здесь происходит. Да, здесь есть признаки ложного пробоя. Но покупать можно будет только лишь после того, как мы пройдем вот ту зону, которую я сказал. И вот 1270, 1260. Ну, это широкая зона, поэтому лучше какой-то внятности дождаться. В целом, поторговать есть еще торговые идеи. Есть какие евро, фунт, да, там канадский доллар неплохо смотрится. Кстати, канадские доллары, если сейчас мы дорастем, до тех целей, которые ждали, тоже запечатаем в профит. По австралийцу есть профит с 5. Это 330 пунктов. С чем я вас всех, собственно говоря, поздравляю. Может, кто-то даже на канаду смог что-то заработать. Вот. Ну, а так, если резюмировать, то я бы не сказал, что там большие движения сегодня можно ждать. Потому что, опять же, понедельник, новостей никаких практически нет. Кроме того, канад не работает, япония не работает. Вот. По брифингу встречаемся завтра, там, в это же время. Ну, и большой обзор сегодня 13. С Москвой регистрируйтесь в интернет-флор.нет. Пока.